Передача частоты относителя к тем, кто готов ее принять, происходит посредством передачи звука, посредством передачи звуковой волны. Вы можете представить свое тело, подлинное, тонкое тело, невидимое тело. Многие из вас знают эти тела, как чакровые тела, ментальные, астральные и так далее. Но вы представьте, что их огромное-огромное-огромное количество на самом деле. Этих энергетических тел, как луковицы, каждый слой имеет свой энергетический центр. И каждый человек является носителем определенного этажа, так скажем, этой слойности и записи энергетического качества каждого слоя. Когда человек начинает эволюционировать в сознании, он начинает работать с этими энергетическими центрами, выравнивая, гармонизируя эту энергию. Слой за слоем, слой за слоем. И тем самым это вот великие различные йоги, в том числе есть различные мастера, гуру, те, кто занимаются медитациями и различными практиками. И всей старой решетке, как раз все эти практики направлены на гармонизацию семи основных энергетических центров. Их на самом деле бесконечное множество, да. Но мы говорим о семи основных, говорим как о поле радуги. Также в старой матрице вы знаете, что есть семь основных религий. И это все не просто так. Все взаимосвязано. Так же, как и у человека, у каждого есть семь основных жизней. И в каждой из этих жизней человек берет свой опыт. Опыт той или иной цветности радуги. Что такое цвет радуги? Это то или иное поле, чистота, информация, опыт. Тем самым Бог познает сам себя. И вот сейчас то самое время перехода человечества, когда человек переходит на восьмой основной уровень. Их множество подуровней. Их можно по-различному смотреть, да. Смотреть в многомерности каким-либо образом. Мы сейчас с вами говорим об основном этапе, который проходит сейчас человечество в целом. Кто-то это на себе чувствует, кто-то нет. И кто-то проходит, а кто-то выбрал остановиться на том самом уровне, на котором он есть, и дальше получать этот опыт. Неосознанно, но так или иначе. Итак, мы с вами берем, можем взять, да, 7 таких основных мерностей, как чаши. Чаша уложена, она одна в другую, как у луковицы, да, одежда. И вот носителем какого поля, какой чаши, да, какая у вас гармоничная чаша, с чем вы взаимодействуете, с каким полем. От этого зависит, какой объем энергии вы используете. Какое качество энергии вы используете. Если вы, например, расширены, полностью собраны на все ваше поле, выходя поле духа, да, представьте, все семь чаш, все наполнены, все в гармонии находятся, то тогда вы абсолютно здоровый человек. У вас счастливая личная жизнь, у вас абсолютно все хорошо с финансами, и вообще вы счастливы в своей жизни. Но если вы выходите на более высокий уровень, да, уже берете более обширную чашу, то вы уже выходите в некую массу мировой души. И здесь вы выходите даже не на свое предназначение, потому что предназначение человека, оно как раз находится вот в этих семи чашах. А восьмая, да, еще говорят там восьмая раса, да, вот восьмая, вот эта структура, да, за пределами человеческого сознания, это уже свобода от миссии, да, можно сказать, свобода от предназначения, как самого человека, как какой-то личности отдельной. И здесь уже идет процесс жизнедеятельности мировой души, ее плана, плана, то есть ее записи. И тот, кто вышел за пределы человеческого сознания и находится в сознании вот этого бесконечного океана духа целостного, да, кто соединил как небо и землю, или вы как знаете, знаки луна и солнца соединены, душа, да, мировая душа и дух. Все, человек становится носителем этого тела. То есть его, чтобы проще было представить, его энергетический объем, энергетическая масса, вот эта чаша потока энергии, она в разы, в разы больше, чем у человека, который проходит опыты старой матрицы. Да, матрицы мы можем там с вами сказать эры-рыб. Но что еще меняется? Вот в этой чаше, за пределами, да, которые находятся человеческого сознания, в ней другое качество энергии. То есть в человеческом сознании вот в этом строении идет атомарное строение. Да, человек по образу и подобию, как микро-макро-космос, он является здесь носителем этого атомарного телостроения. За пределами атомарного тела, как вы уже понимаете, да, безатомарное, здесь другое качество энергии. Здесь свободное электричество. Здесь абсолютно все происходит иначе, на тонком плане. И носитель такого тела сознания, естественно, являясь как некой, да, отражением здоровой клетки Вселенной, способен на любом расстоянии, неся этот импульс, неся эту чистоту посредством звука и сознания, да, это сверхвысшее я, да, люди часто говорят высшее, высшее я. Высшее я как раз находится в пределах вот этого космоса человека. Мы говорим с вами сейчас о разворачивании безатомарного телостроения сверхчеловека нового времени, восьмой золотой расы. Золотой, потому что вот это телостроение, оно выглядит как множество, бесконечное множество золотых корпускалых света. Это абсолютно другого качества энергия, которая на расстоянии способна взаимодействовать непосредственно своей чистоты, как некой температуры плавления, переплавлять другие чистоты, выводить их на этот единый звук, единую чистоту. Вы можете представить, как будто бы собрали множество различных металлов, сплавили их, перемешали и превратили в один слиток золота. Вот это происходит нечто подобное, когда носитель безатомарного телостроения, да, сознания, то есть свободного сознания, мировой души, начинает взаимодействовать через сценарии, прописанные в клетках памяти, в ДНК каждого человека, есть этот ген. Потому что люди созданы по образу и подобию. Все религии, которые вы знаете, они здесь соединяются в одно, потому что Бог единый, Он один. И это клеточка, которая есть как в вашем пространстве, так и в вашем теле. И через эту чистоту, через эту волну, представьте, что вот слой, слой, слой за слоем, ну мы с вами назвали образно, восьмой слой. Конечно же, это не восьмой, здесь уже пошла многомерность, здесь не измеряется 3D-измерениями, какими-то понятными, логическими выводами. Просто мы с вами сейчас пытаемся, да, так скажем, в человеческий вот этот конус словами вложить и объяснить, что происходит во время инициации, да, передачи чистоты. Так вот, представьте, что из того поля идет волна. Она идет не от человека-носителя, она идет из этого высшего поля, потому что человек-носитель, он связан, он един с ним. Он издает импульс, и пошла волна. Эта волна пронизывает все-все-все-все-все-все-все слои и доходит до того, кто обязательно, обязательно в намерении согласен это принять. Почему так происходит? Потому что человек имеет право, да, свое выбора и воли. И если в его намерении, в его часовом, так скажем, диапазоне есть вот эта запись, что он готов к эволюции, да, прописано это у него, что вот здесь все, я оставляю старый опыт, я покидаю матрицу кармическую и выхожу, я высвобождаюсь из этого кокона, я хочу из него выйти. И, кстати, на выходе как раз вот этот сценарий происходит. Он не передается никогда мастерам напрямую, но те, кто получает инициацию, они дают этот отклик, да, что вот мне там сегодня приснилось во сне, или я сегодня видел, или я знаю, что у меня это произошло, что как кокон, но чаще всего это через сон, да, уже передается на прямой сценарий, как кокон рушится, и человек выходит, вот он, все, он вышел в это пространство, теперь нужно эту чистоту просто держать. И таким образом эта клеточка начинает взаимодействовать, этот импульс, понимаете? И эта чистота, эта чистота еще правильной волны, еще называют фибоначи, да, золотое сечение, она выравнивает, она полностью выравнивает поле того, кто дал намерение, да, я слышу, я готов это принять, мое сердце, моя голова не понимает, что происходит, она не понимает, она просто, логика теряется, но мое сердце, мое сердце говорит, что я хочу этого, мое сердце, моя душа, она просто происходит что-то невероятное, я хочу это получать сейчас, да, у нас многие это называют, я хочу получать эти знания, но удивляются, что эти знания в голове не остаются, они не запоминаются, потому что в них нету логики, потому что здесь раскрывается сердце, раскрывается центральный энергетический центр, который и дает выход, и возможность этой волны дойти до вас, а значит выровнять все ваши волны и частоты, и тогда вы уже со временем, насыщаясь, постоянно взаимодействуя с носителем, насыщаясь и переходя по сценарию, в клеточках памяти прописан сценарий, эти сценарии прописаны повсюду, да, потому что это матрица, и это прописано в ДНК, это прописано в кадонах памяти, вы проигрываете тот сценарий, который прописан вашим сейчас, который вы неосознанно выбрали, но вы можете его осознанно выбирать, вы можете осознанно выбирать тот сценарий, который самый совершенный, ту мерность, которая для вас совершенна, и жить в единстве с полем единого, там где нет игр вот этого кокона, и вы способны жить в этой свободе, свободе не просто от иллюзий, разделения, а свободе от тех частот, которые давят вас, но и они вам служат, они вас давят и продавливают для того, чтобы вы вышли на новую эволюционную ветвь, на этом сегодня все, я вас обнимаю своим сердцем, до скорой встречи, с вами была Анна Камала Хефурс.